Пострадавшей 26 лет, милиции говорят, она только проходила стажировку в зоопарке, убирала вольеры. В клетке ягуара бывала не раз и знала, как себя вести с хищником. Перед уборкой животное нужно закрыть в так называемом зимнике. Правда, в этот раз, предполагают правоохранители, женщина этого не сделала. Просто она, зайдя в вольер, забыла закрыть зимник. И в результате этого ей были причины данные телесные повреждения. Ягуар накинулся на женщину сзади, вцепился в затылок. На крики прибежал смотритель зоопарка. Он его облил водой, отбил пластмассовым ведром, в результате чего животное зашло в зимник. Пострадавшую забрала скорая в районной больнице и обработали, и зашили раны. Сейчас женщину уже перевезли в Харьков. Специалисты выясняют, не пострадал ли у пациентки череп. У женщины было на голове властистой части 4 раневых дефекта. Противовоспалительную терапию, естественно, мы тоже проводили, потому что не исключено заражение бактериальной флорой при такой характере ран. Пострадавшая все еще в тяжелом, но стабильном состоянии. Общаться со следователями пока отказывается. Смотритель зверинца тоже в больнице. У него сердечный приступ. Что это было? Несчастный случай, халатность стажерки или руководство зоопарка? Сейчас выясняют правоохранители. Обовязково будет выяснена законность придбания для отримания вказанных тварин, какой правый режим вообще существования этого места для сохранения этих тварин. После чего будет вырешено вопрос в случае достатных данных для изменения квалификации и наявностей, возможно, в действиях служебных людей по знаку служебной недвижимости, которая привела до тяжких наследований. Этот зоопарк находится на территории частной базы отдыха. Кроме ягуара, в клетке еще три десятка животных – львы, тигры и медведи. Представители владельцев настаивают, у них есть документы на всех животных, а сотрудники проходили необходимый инструктаж. Ни с одним животным у нас никогда агрессивных никаких ситуаций не возникало, в основном потому, что все животные, которые здесь пребывают, они находятся после ужасающих условий содержания. Поэтому здесь они воспринимают персонал, как те, кто им помогает. В администрации Турбазы говорят, лечение женщины уже взяли на себя. А что делать с ягуаром по кличке Мавр, пока не решили. Обычно после нападения на людей агрессивных животных усыпляют. Решением будут принимать ветеринары. Ирина Антонюк, Руслан Белоконь, медиагруппа «Объектив».